Всем привет, друзья! С вами снова Денис. Проснулся, сходил в душ. Сейчас 9 часов утра. И я уже готовлю бутерброд. Хочу с вами поделиться этим потрясающим рецептом. Посмотрите, что у меня здесь происходит уже. Я думаю, что бутерброд уже готов. Вау! Он уже даже зажарился. Так, так, так. Выключаем это все. И сейчас будем есть. Я всегда с утра пью чай. Вот видите, у меня чаек. Там у меня имбирь. И чай уже закипел. То есть, вода уже закипела. Мы сейчас это все дело заварим. Упал пакет. Ладно, ничего страшного. Все это дело мы заварили. Сейчас будем доставать бутерброды. И хочу сказать, что это мое первое видео. С моей квартиры. Ни разу не снимал внутри влоги. Только стримы. И многие из вас уже узнают эту кухню. Сегодня, правда, это не стрим. Это видео или это блог. Можно так даже назвать. И хочу показать, что у меня получилось. Хочу показать, друзья, что у меня получилось. Сейчас мы это будем все доставать. Достаём бутерброды. Посмотрите, какие они у нас получились. Правда, немножко сыр. В этих сыр. О, запах потрясающий вообще. Здесь все очень просто. Я сейчас все расскажу. Вот. Такой вот рудик. Вот, смотрите, друзья. Все очень-очень просто. Я покупаю булочки. Где там эти булочки? Покупаю вот такие вот багеты. Здесь четыре багета. Они стоят один евро. Разрезаю пополам одну багет. И сначала сюда идёт ветчина. Потом кольцами нарезаю я помидоры. Ну и потом гауда наверх. Я на тёрку натираю сыр. Это всё запекается 10-15 минут. Под 200 градусов я выставляю. И в конце ещё включаю гриль-функцию. И вот такая вот, друзья, получилась красота. Правда, здесь немножко сыр вытек. Но это ничего страшного. А так мне ещё больше нравится. Сыр начинает потом такой вкусненький хрустеть. Потрясающе. И вот такие бутерброды каждый из вас может сделать. Приготовить вот такие вот бутики. Чаёк. Да, вкусный сёр. Вкусный сёр. Я сейчас ещё параллельно стираю. Занимаюсь домашним хозяйством. Уборкой, короче, домашней. И вчера, конечно, получился очень-очень классный стрим. Я просто был в шоке. Вчера было столько много людей. 100 человек было в стриме. Мы общались. Сегодня с утра уже Сергей написал. Не Сергей, тот, который из Минска. Который искал вчера жену. Сегодня он мне уже сообщил, что Анна, та женщина, девушка, которая тоже вчера искала мужа, она ему написала, выслала фотографию. Это очень хорошая новость. Я думаю, что будет у нас парочка и будет, возможно, даже свадьба. Ну, пока фотографии, пока идёт переписка. И я надеюсь, что всё будет интересно. И вы знаете, друзья, у меня появился новый формат моих видео. Я буду проводить стримы. Иногда буду проводить стримы. Мы можем с вами договориться для одиноких мужчин и женщин. И мы будем искать пары. Не только я буду искать пару себе, но и, конечно, мы будем искать пары друг к другу. Все, кто меня смотрит, вы можете мне написать, кто одинокий. Напишите мне или в личку, или напишите мне в комментариях под последним видео или под этим стримом. И мы будем потихоньку, 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 потихоньку общаться, знакомиться. Вы, если будете писать мне в личку, можете скинуть фотографию, если вы не боитесь, чтобы я эту фотографию показал в ютубе, в стриме. И вы знаете, я думаю, что вот эта тема будет очень интересна, потому что многие из нас одинокие, и я не исключение, то есть холостые, холостячки, и все хотят найти, или большинство хотят найти свою вторую половинку. И почему бы и нет, возможно, мой канал принесет вам счастье, принесет вам удачу и даже любовь. Это все может быть, друзья. Поэтому у меня есть идея проводить стримы, проводить стримы для тех, кто ищет свою вторую половинку. Ой, блин, я уже так хочу, чтобы второй вот есть. И пишите, как вам такая идея. Я думаю, что это очень хорошая идея. Я думаю, что многие захотят знакомиться у меня на канале. Многие будут присылать фотографии, будут присылать свои какие-то маленькие-маленькие истории. Кто такой, откуда и чем занимаюсь. Не надо никаких там личных подробностей. Чтобы я мог это зачитывать в интернете, чтобы я это мог зачитывать в стримах и показывать ваши фотографии. И я думаю, это будет просто бомба. Это будет очень-очень крутой проект. И мы будем соединять одинокие сердца. Я думаю, что это будет просто супер. Вот Сергей уже мне пишет. Целое утро Сергей переживает, пишет, хочет познакомиться с Анной. Кстати, Анна у нас из Краснодара, а Сергей у нас из Минска. Представляете, друзья? Друзья, и вот первая пара, если она действительно сложится, и все будет хорошо, это будет действительно очень крутой проект. Я надеюсь, что я своим каналом, своими стримами помогу объединить, друзья, сердца. Ну что, пробуем сейчас бутерброд. Посмотрите, какой он получился. Он, правда, еще горячий, но выглядит очень-очень аппетитно. Здесь у нас и ветчина. Очень вкусная ветчина. Называется Шварцвельдащинкин. Здесь у нас, мы видим поближе, пожалуйста, мы видим помидорки. И здесь все залито сыром гауда. И мы сейчас это все похрустим, попробуем, протестируем, чтобы вы знали, насколько это вкусно. Блин, так вкусно. На самом деле, друзья, все очень просто. Булочка, помидоры, мясо и сыр. И все. И такая вкуснятина получается. Вот видите, очень вкусно. Вот еще один труд. Вчера было где-то 8 человек, 7-8 человек, которые мне только написали в прямом эфире, что они ищут вторую половинку. И это было только вчера. Меня смотрит в среднем от 5 до 10 тысяч человек. Если вы, друзья, одиноки, у вас есть возможность зайти ко мне на стрим. Мы договоримся о времени и будем общаться на те темы, которые вас интересуют. В первую очередь, как найти вторую половинку. Я знаю, что среди вас много тоже есть людей, кто бы хотел познакомиться, кто бы хотел, не знаю, пообщаться. Потому что, хотя нас уже 8 миллиардов человек, но очень много одиноких людей. И, к сожалению, я не исключение. Ну, короче, у меня все хорошо, но я тоже, друзья, в поисках, чтобы вы знали. Поэтому это будет еще более активно, это будет еще более интересно. И все-все-все, кто хочет со мной... Блин, солнце, не могу общаться. Напишите мне внизу под этим видео в своих комментариях, хотели бы вы такие стримы видеть у меня на канале. Где мы будем знакомиться, где мы будем общаться. Где мы будем зачитывать разные письма, показывать анкеты. Ну, и также показывать фотографии. Если вы хотите общаться, если вы хотите знакомиться у меня в стриме, как это было вчера, с Сергеем и Инной, Анной и Еленой. Там было очень много кандидаток к Сергею. И сегодня Анна уже связалась с Сергеем, и они уже общаются. Вы видите, это просто спонтанно, но это очень хорошо получается. Спонтанные вещи получаются лучше всего. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите, высылайте фотографии мне на почту, пишите анкеты, кто хочет познакомиться. Мужчины, женщины. Я это все буду зачитывать в стриме. Мы будем общаться. Ну, и мы сделаем свое такое шоу, где будет весело, где будет только позитив. Ну, и, конечно, новые знакомства. Это всегда очень-очень приятно. Ну, что, друзья, вот такое короткое видео, видеообращение к вам. Заодно показал, как я делаю бутерброды по утрам. Это, конечно, не каждое утро, но периодически я себе такое организую. Всем, друзья, спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Можете мне написать комментарий внизу под этим видео, что вы об этом думаете. Ну, и увидимся очень скоро, буквально через пару часиков, в новом видео. Все, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok